Первое. Повторение битона. Ну и сегодня не будет никаких особенных алгоритмов. Я вот, может быть, что-то из того, что я вспомню, чтобы написать. А так, повторение языка Python. Не так много мы конкретно языков умиляем. В языке Python есть имена, есть объект. Так называемая ссылочная модель данных. Ссылочная модель данных. Мне кажется, он так мелко пишет. Что это значит? Что у нас объекты существуют, в принципе, относительно независимо от имен. Но вы прекрасно знаете, что если вы в интерпретаре набираете, например, 2 плюс 3, то для вычисления этого у нас в пространстве объектов, я назову его как пространство объектов, в смысле, некоторое место, где они как бы живут. А вот там создаются два объекта. Двойка типа int и тройка типа int. Да? Все понятно? На их основе осуществляется операция плюс. Да? Операция плюс. Причем она, как именно, мы-то сейчас уже знаем с вами классы, я как бы могу с новой позиции, что это вызывается метод какой? 2.2 подчеркивания. Эд. Но только эта двойка, она идет, соответственно, в качестве селфа, а троечка в качестве параметра. Понятно? Ну, то есть, когда вызывается метод, я сейчас про классы повторю. Ну, смысл в том, что вот на самом деле происходит вот так. То есть, для двойки вызывается некий метод добавления, куда поставлена тройка. Вот. Этот метод не меняет двойку, что логично. Сама двойка остается в какой-нибудь. И порождается на основе этого некий новый объект класса int, который равен 5. Но как только мы нажали это, и у нас интерпретатор отработал это выражение, уголный крат, объекта 5 не существует. Объекта 2 не существует, объекта 3 не существует. Они исчезают благополучно. Почему? Да потому что нигде не сохранена ссылка на них. Для того, чтобы сохранить ссылку, мне требуется в пространстве имен создать какую-либо переменную, как-то ее назвать. Слово «переменная» для питона является фикцией. В питоне нет. Нет переменных. Как только я сказал это вот так, х равно 2 плюс 3, у меня уже объект 5, порожденный в результате, не умирает. Сборщик мусора уничтожит только эти два объекта. Кстати, в одной из лабораторных работ прошлого семестра, по-моему, а нет, нам это не было. Ну, в общем, инт занимает в питоне очень много. Около 28 байт минимум. Но учитывая, что числа здесь целые, они могут быть сколько угодно большой длины, то один индивидуальный может и килобайты, и даже мегабайты. Одно число. Тут длинная арифметика встроена в язык, за это, конечно, есть расплата. Вот. Итак. Понятно логика, да? То есть сохранили. Если я теперь скажу, х равно хелло. Я напоминаю, как на всякий случай, что строки с одиночными кавычками, апострофами и с двойными, ничем не отличаются принципиально. Та же с СТР. То, что у меня возникает? У меня здесь вычисляется в начале выражение, которое стоит справа. Но тут нечего вычислять, потому что там стоит один единственный литерал строки. Да? И, соответственно, у меня есть объект. Возникает объект строки, порождаемый в соответствии с литералом. То есть, когда интерпретатор питона встречает какой-то литерал, то, интерпретируя его, он создает соответствующий объект. Логично. Да? Но этот объект будет временным, пока не будет сохраняя ссылка на него где-то. Итак, что у меня получилось? У меня получился объект хелло типа СТР. Я сохранил ссылку на нем куда? В Х. Соответственно, х перестал ссылаться на пятерку. Пятерка болтается свободно, на нее никто больше не ссылается, она уничтожается. Ясно? Да? Если же перед этим я успею сделать у равно х, то что я сделал? Я успел сделать вторую ссылку на эту пятерку. Таким образом, таким образом, когда х начнет указывать на другой объект, ссылаться, слово указывать здесь не очень часто применять, можно применять, говорят чаще ссылаться. Почему? Ну, потому что, хотя глобально существует понятие адрес объектов памяти компьютера, существует, но питон эти адреса никому не рассказывает. Есть язык С и С++, в котором работа с адресами, она вся наружу. Нужен адрес объектов памяти компьютера? Пожалуйста, вот тебе адрес. Хочешь 5 байт вперед отмотать? Пожалуйста. Хочешь 10 байт назад? Хочешь попробовать в чужую память полезть? Ну, если это драйвер операционной системы, да, и он с физической прямой адресацией памяти работает, ну, почему бы ему не погулять по памяти вперед-назад? Хотим реинтерпретировать данные каким-то другим образом? Ну, что ты сейчас реинтерпретировал? То есть там строка, а мы пытаемся их воспринимать как число. Вот так, пожалуйста. Понимаете? Вот там в языке С это может. Ведь он намного более высокоуровневый. Хотя С тоже считается высокоуровневым языком. Низкоуровневый это машинный код и ассен. Но все равно. Здесь очень сложно сделать принципиально неправильное действие с памятью. Я бы сказал, что его практически невозможно сделать. То есть весь контроль за памятью отдан вот этому сборщику мусора. И нам самое главное не потерять ссылку на нужный объект и все. А уничтожать, подчищать память не нужно вообще. Он сам справится. Ясно? Если же у нас какой-нибудь гигантский объект, и нам тупо нужно очистить из-под него память, то мне нужно, например, добить вот эту ссылку. Ну, не 2 плюс 3, а 2 плюс 3 в степени, не знаю, 5 в степени 5. Ну, это какое-то дикое число. Я не уверен, легко ли его будет вычислить вообще. Ну, понятно. 5 в степени. Да, кстати, у разных аритметических операторов разные приоритеты. Плюс низкий приоритет, умножение более высокий, у возведения в степени самый высокий приоритет. Да? Поэтому скобки неспроста поставим. При этом еще и последовательность вычислений разная у разных операторов, у разных приоритетов. То есть на уровне плюса и минуса, плюс и минуса одинаковый приоритет, слева направо последовательность вычислений. Понятно? То есть если у нас встретится такая ситуация, что у нас, например, 2 плюс 3 плюс 5, то у нас вначале вычислится вот этот плюс, а потом вот этот. Ну, зачем я про эту паранойю рассказываю? Это же казалось бы внутренней вещи. Но ведь на самом-то деле это могут быть ваши объекты, для которых определен метод ЭДД. Правда? И этот метод ЭДД может что-то распечатывать на экран. Да? В этом случае вы будете знать, что это производится первым, а это вторым. Понятно? То есть последовательность на основе списковок, она вот такая. Ясно? Ну, чтобы вы знали. А у степени, у возведения в степень, у нее другая логика. Не слева направо, а справа налево. Причина вполне понятна. Потому что иначе получится, что у меня А в степени В, а потом все это в степени С. Но это слишком тривиально, потому что это получается А в степени В умножить на С. Математически, да? Это как-то, ну, а зачем было второй раз именно степень, когда можно было взять и просто перемножить эти два числа? Скобки взять и перемножить. Да? Поэтому, нет, не так, а именно А в степени В в степени С. получается, да? То есть, в начале В в степени С, а потом А вот в эту штуку. То есть, вот эта штука, это 5 в степени 5, а потом 5 в степени, соответственно, 5 в 5. Понятно? А не 5 в степени 21. Так что здесь маленькая мелочь, но знать надо. Так, про ссылочную модель еще не все. Еще не все. Я не сказал, как грохнуть объект и спарить. Вот, допустим, у меня большущее число. Х уже на него не ссылается. А Y я хочу... Я не могу уничтожить имя. Нет такого механизма в бетоне, который позволяет уничтожить имя. Уничтожить объект напрямую тоже нельзя. Нельзя сказать объект переставить. Но я могу отвязать имя от объекта. То есть, я могу сослаться на что угодно другое. Например, на специальный объект NUN, типа NUN-TIME. Сослался где-то другое. На NUN. Ну, если булличские переменные, они хотя бы два значения имеют, то NUN-TIME имеет одно единственное значение. NUN. Все, отвязали, пропнули. Понятно? Так, что у нас еще в связи со ссылочной моделью? Здесь есть вода. Вот там. Вот там. Вон, в двери. С другой стороны, нет. Запасный выход. А, отлич. Соскучилась в тебе. Вам смотри, как это такое причинное. Так. Кстати, интересный момент. Вот по мелочи, а приятно. Тот, кто следит за языком Python, мог узнать, что появилась версия 3.6. На каникулу. Вот. И в этой версии, среди всяких там изменений, которые могут быть не очень простые, доступные и понятные, есть одно такое повелочи, связанное с числами. Добавить, изменили литералы в питоне. Теперь можно ссылаться, можно писать числа с подчеркиванием. То есть, например, 100001. Ну, то есть, в качестве вот этой вот в русском языке точечку используют, да? Но точка десятичная, она используется там, чтобы как-то наша десятичная засчитает, да? А здесь, пожалуйста, можно вот разделять трешки разрядов. В шестнадцатеричных числах тоже можно, да? Так, давайте, у равно 0х, да? Это префикс шестнадцатеричных, да? Для восьмеричных 0о, для дворичных 0б, да? Для шестнадцатеричных 0х. 0х, ну и, например, какой-нибудь. Аф, ну, если, например, по байту, да? То есть, вот байта, это, соответственно, две шестнадцатеричные. Аф, Д2, 3, С, подчеркиваемые, ну, пожалуйста. Здорово. Такая мелочь. Ладно. Поехали. Ссылочную модель данных мы... А эти подчеркания везде можно ставить? То есть независимо... После запятой, после точки десятичной тоже... Не, вот это подчеркание, можно писать один подчеркание? Я не уверен, можно ли писать их несколько подряд. Ну и, понятное дело, что, если вы начинаете с подчеркивания, да, то это имя. Это имя. То есть то, что начинаете с подчеркивания, это не число. Ну, еще раз, можно просто в спецификацию посмотреть, изменения с версии 3.6.0, которые пришли, и посмотреть, что там, собственно. И там найдете. Заменение, нумерикл. Так, ладно. Что мы делаем дальше? Просылочная модель глобально есть. Повторяем. Объектно-ориентированное программирование. Что такое... А, слушайте, вот что я вам расскажу. Некоторые тонкости, связанные... Не торопимся с объектно-ориентированным. Некоторые тонкости, связанные с пространствами имен. Не было времени про это рассказать. Я сам расскажу. Я говорил про правила ЛЭГБА. А? Нет. Локальные, окружающие, глобальные, встроенные. Локальные, окружающие, как бы, окружающего пространства, глобальные, встроенные. Да? Питон различает пространство имен с точки зрения локальности на 4 пространства. Последовательность поиска имен такая. Вначале, если встретилось какое-то выражение... Ну, я считаю, что у равно 10 умножить на х плюс 7. То он, пытаясь понять, что такое х, на кого он присылается, он вначале поищет локальный х. Потом, не найдя локальный х, он поищет этот х в над пространстве. Что это значит? Дело в том, что функция может вызывать функцию. Да? то есть у меня есть собственно main, да? Ну, в смысле, вот там, где name равно main, уровень модуля. То есть, когда запускаем питоновский, да? Это не значит, что я в какую-то функцию вошел. Как раз еще ни в какую функцию не вошел. Поэтому я вот так вот помечу. Так вот, когда мы находимся на уровне модуля, то у нас все переменные глобальные, ну и есть некоторые имена встроенные. При этом логика какая? Если вот эта инструкция встретилась на уровне глобальном, то первые две буквы убираем, global и built-in. Он вначале поищет х среди глобальных, и если такого х, такого имени нет среди переменных уровня модуля, то тогда уже он полезет искать встроенную перемену. Понятно? То есть вплоть до такой глупости, если я скажу PSTR равно 10, то плохо так делать. Да? Но поскольку это все-таки имя типа, я правда сейчас не знаю, я могу проверить, но это не принципиально, сами проверите. Какие из built-in имен можно перекрыть? Но можно перекрыть. Лучше так не делать, скорее всего, они вам пригодятся. Но, тем не менее, они на последнем месте встроены имена. Если вы захотите, то, пожалуйста, у вас будет своя функция. Ясно? Функцию max точно. Я точно помню, что функцию max, а ее еще очень любят. Ну, как временный максимум назвать словом max. Все. После этого функция max у вас недоступна, потому что, не потому что она перестала существовать, а потому что у вас нет возможности на нее сослаться в этом модуле, вы ее перекрыли именем, а удалить имя нельзя. Понятно. Дальше. Если у нас вызвана функция, вот из уровня модуля, из уровня модуля вызвана функция f, внутри функции f появилась переменная x. И вот я из функции g, которая вызвана из функции f, ищу, вот там встретилось вот такое выражение. То, что он будет искать? он ее не найдя среди локальных, у него нет x, он пойдет ее искать среди тех переменных, которые являются локальными для вызвавшей его функции. Понятно? Если же он не найдет там, то в глобальном, если не найдет там, то тогда уже в билдке. Вот это логика поиска собственно разрешения им. При этом есть некоторая тонкость, уже связанная с объектами класса. А, нет, еще пример, еще один очень важный. Смотрите. у меня есть функция def f от a, где a предполагается лист. Внутри этой функции я пишу операцию a плюс равно 10. Я дополняю списочкам из одного элемента этот самый список. При этом у меня там ниже создается некий список. Я называю буквы kb 1, 2, 3. И я что делаю? Я вызываю эту самую функцию передаваю туда b и потом распечатываю собственно этот самый список. Причем я напоминаю заодно, что самая быстрая распечатка значений списка через пробел в одну строчку звездочка. А что эта звездочка делает фактически? Она берет список как интервью на объект и его распаковывает. То есть как бы подставляет его сюда через запятую. То есть я могу например если мне нужно вызывать функцию которая первым параметром строка, вторым число, третьим еще какая-то штука определенный список параметров. то я могу не писать в принципе для любой функции сработки. Я могу не писать каждый раз перечислять список параметров F для такого снова F для такого списка параметров. Можно этого не делать. А можно взять все параметры запаковать в кортеж или в список и вот таким образом туда раз распаковал при вызове функции они будут переданы туда как параметр через запятую. Понятно? А принт когда передаем ему через запятую значение то он что распечатает? Как раз через пробел в конце три сепаратор по умолчанию пробел завершение при вот этом. Так вот что у нас получается? 1, 2, 3 мы видим здесь. Почему? Почему не видим здесь? В чем проблема? Ну давайте разберемся с ссылочной моделью. Итак что у нас есть? У нас есть объект список который ну если быть совсем честными то он не хранит 1, 2 и 3 1, 2 и 3 это отдельные объекты а список объект списка хранит ссылки на них. На самом деле есть объект 1 есть объект 2 простите ужасно что-то пишу не знаю как это сделать. 3 ссылки в списке да так ссылка на объект 1 если уж совсем быть честным ссылка на объект 2 ссылка на объект 3 кстати почему в python tutor.com вместо того чтобы отображать по честному эти ссылки их туда прописывают 1, 2, 3 почему везде где отображается список не пишется вот эта вот ссылка а прямо туда подставляет числа для когда там ссылка на список там отображается ссылка на список потому что объект число является неизменяемым поэтому если ссылка идет на двойку например то эта ссылка не может начать указывать на тройку потому что нет способа двойке присвоить новое значение нет такого способа сказать двойка стань пожалуйста тройку понятно как-нибудь туда вот как-нибудь давай стань нет так нельзя двойка есть двойка навсегда строки тоже неизменяемый тип сами строки изменить вся не могут hello.replace возвращает измененную строку в которой заменены все вхождения да ну или указанное количество но сама строка останется сам объект останется тем же он не меняется ясно потому что строки как и числа неизменяемые все числа в питоне неизменяемые объект соответственно я в общем могу на самом деле вернуть обратно но сейчас не суть важна у меня в пространстве имен сейчас появилось имя которое ссылается на этот список дальше а на самом деле на самом деле я же еще одну вещь не рассказал у меня перед тем как появилось а в пространстве имен появилось имя f имя f является именем объекта я не смогу его изобразить но этот объект functional time function plus function то есть есть конкретный объект типа функции ябл ну и ябл f вот а это примерно то же самое что f равно f равно то есть я имя f присваиваю функциональный объект ну правда создать функциональный объект выражений не так просто но и не так сложно лямбда это безымянная функция функциональный объект создаваем прямо в выражении я могу вот эту штуку написать вот так f равно лямбда при этом у нее есть параметр h возвращается на что а прошу прощения тут она должна будет что-то возвращать поэтому вот так вот собрать это в лямбда функцию мне будет не очень просто то есть тут будет возвращаемое значение сейчас я могу написать а плюс 10 но это будет другого характера это как если бы был относительно return а плюс 10 потому что лямбда функции предназначены под функцией они как бы однострочные коротенькую функцию впихнуть куда-нибудь чтобы ее передать внутрь другой функции в качестве молотка для применения назначения ну есть функции которые потребляют другие функции это для вас не нужно я напомню удаляем но смысл в том что def это по сути присваивание имени имени f присваивается объект присваивается в смысле связывается это def это по сути операция создания нового объекта методом нового имени и объекта понятно но я могу создать отдельно рядышком еще одно имя например g равно f у меня появилась вторая ссылка на этот объект сейчас она мне не нужна я удалю это дело все вернулись появился f имя функциональный объект появился потом появился объект списка и имя которое называется на самом деле b у меня в тексте программы ссылается на него затем этот функциональный объект вызван когда этот функциональный объект вызывается когда любая функция вызывается то у нее создается временное локальное пространство имен понятно любой вызов функции в питоне порождает вот есть глобальное пространство имен а есть локальное я его вот такой областью как бы отчерчу и пространство имен умрет вместе со всеми именами когда произойдет ретерн функции то все имена перестанут существовать которые были локальными и все объекты которые были связаны только с этими именами тоже умрут что дальше происходит дальше происходит вот это действие что а прошу прощения в этом пространстве имен при вызове функционального объекта появляется имя а которая ссылается на объект переданный в качестве фактического параметра а там b в частую плюс что-то а прям b то есть а ссылается на то же на что ссылается b а является синонимом b другим именем локальным которое будет иментировано что затем происходит я осуществляю эту операцию сокращенное сложение на самом деле вот эта операция раскрывается в а равно а плюс 10 давайте сообразим что же происходит страшные вещи вот здесь вот а ссылается еще на b но операция да 10 создает маленький объект типа список который ну я тут уже 10 рисую на самом деле конечно же это ссылка которая ссылается на объект 10 да но это сейчас не принципиально эти два списка конкатинируются операцией плюс то есть ну давайте я сейчас все таки компактненько 1 2 3 напишу а здесь просто 10 так вот они конкатинируются и создается новый объект списка содержащий в себе результат конкатинации 1 2 3 10 да все понятно да и что и происходит операция связывания и банкрисваивания и а начинает ссылаться на новый объект понятно а вот затем происходит самое нет почему это плохо почему это страшно потому что вот тут вот в сокращенном виде а указывает одновременно еще на глобальный объект потому что объекты они не глобальные не локальные они сами объекты они живут в едином пространстве но его жизнь закончится вместе с именем последней ссылки последнего имени которое на него ссылается то есть имя а ссылалось на на объект который как бы соответствует глобальному а тут а начало ссылаться на объект в итоге что у нас получилось что вот а перепривязалась и когда перестает существовать пространство имен локальной функции у нас имя а перестает существовать вместе с ним и вместе с объектом мне нужно пару минут переговорить давайте небольшой перерыв сами выдохните можно поговорить громко замечание народ говорит что оказывается сокращенное сложение такие делает в питоне вот 3,5 я сейчас проверил оно уже делает такие прибавления туда видимо это сделали для того чтобы не было ошибок но если расписать это дело по полной вот так а равно а плюс то оно собственно делает то что ожидалось поэтому такие разницы есть это наверное даже догадываюсь потому что плюс равно как отдельный оператор будет называться в данном случае поэтому да но ситуация подобная не встречалась может быть версия питона была существенная младше но в этом случае он же незначительно отличается и тем не менее возникает вот эта проблема еще раз подчеркнул поправку в том что плюс равно он корректно изменяет тот же сам при этом ссылка остается на тот же сам ему такие добавляем ладно значит что мы следующее должны двигать это собственно здесь понятно да то что локальные переменные локальные имена умирает и могут потянуть за собой объект которые были созданы изменить изнутри функции глобальное имя глобальный объект можно изменить изнутри функции можно если он изменяет ну то есть я имею полное право сделать собственно операцию эпен так вот я в качестве варианта именно вот это предлагал да и вот предлагал но плюс равно тоже оказывается работает пожалуйста но смысл в том что я меняю сам объект пользуясь ссылкой которая является временной ссылка локальная временная объект тебе будет жить в эпохе понятно вот то есть глобальный объект можно изменить по локальной ссылке но но изменить глобальную ссылку просто так нельзя как нам поступать первый вариант правильный функция вообще-то должна работать как функция а не как процедура она должна не лазить и писать что-то там на заборе где-то она должна возвращать в качестве значения то есть я внутрь функции что-то передалю в качестве параметра она что-то возвращает более того в питоне благодаря множественному присваиванию то есть вот такому когда x y z равно 1 2 3 да вот это множественное присваивание не каскадное x равно y равно z равно 0 а множественное каждому соответствующее значение кладет благодаря вот этой фишке в питоне мы можем не только много разных параметров внутри функции напихивать 2 3 но и возвращать не 1 а 2 в питоне можно написать там не знаю x не знаю там 2 y2 равно f от x y понимаете это очень удобно вот так это то как а да но в принципе нарушить концепцию функционального программирования можно как бы вот взять и пойти куда-то туда вообще как бы к какой-то глобальной переменной глобальной сюда то есть если я здесь упомяну какое-то имя event D а кто такой D тут нету D кто такой D главное чтобы этот D был определен к моменту вызова функции то есть не к моменту когда функция написана а к моменту вызова то есть когда функцию будут вызывать глобальное имя D должно уже быть чтобы функция не вернула ошибку name error так дальше с этими семенами что еще ну все давайте пока все с именами а что все-таки сделать f от x y в нашем случае нет сейчас она плохо будет работать потому что у меня эта функция она не для двух ну вот ну все нет просто можно какую-то функцию написать которая что-то делает с x y например меняет их местами условно но нормальным способом является возвращение через значение значение функции то есть она что-то делает return чего-то в том числе там несколько значений через перечисление в то же время нарушение концепции функционального программирования возможно а вот вот я собираюсь как раз и написать то есть я хочу взять и как бы изменить это самое d например я должен четко осознавать что здесь я не смогу вызвать и чтобы это имя было то такое то такое то есть здесь это а это локальное имя для одного списка для б для ц а в данном случае у меня будет какая-то глобальная перемена глобальная имя к которому я привязался накрепко я при этом говорю слово global x global прощение global x global d вот это вот маленькое да и после этого пожалуйста я могу это d пересвязывать с другими объектами ну в частности какая методика для этого может быть применим давайте я здесь напишу d равно 1 а вот здесь после каждого эпенда я буду делать что d равно d плюс 1 ну понятно что d плюс 1 это новый объект и d начнет указывать на новый объект каждый раз на новый при этом у меня d является не локальным а глобальным именем если я не напишу global d то у меня будет что два имени d одно имя глобальное а второе локальное и ново созданный объект если нет адпеси global d новый локальный объект он будет всегда становиться двоечкой он берет глобальное d вычисляет 1 плюс 1 получает 2 призываем локаль локаль функция закончилась локальное имя d вместе с областью пространства имен функции уничтожается понятно дальше дальше теперь про классы и объекты про классы в питоне тип что страшно является объектом тип это тоже такой специальный объект типа тип когда я говорю что я создаю какой-то класс например base класс base и я прям вот в нем в пространстве именового класса скажу x равно 10 я не в его конструктор я прям вот в нем говорю x равно 10 что я фактически делаю я создаю имя сейчас одну челочку я приму и скажу что я не могу алло здравствуйте алло перезвоните если можно через 40 минут сейчас я занят итак класс base я создал сейчас переменную где в пространстве имен класса давайте сделаем так вот здесь вот def я делаю не конструктор отдельный метод специально чтобы чуть-чуть понарушить побаловаться create x create x и я здесь какое-то ну self естественно здесь будет да у нас и я приму какой-то x в качестве x0 хоть назову хоть этот я буду x0 так что я сделаю здесь я назову self точка x равно x0 так а теперь я создаю экземпляр класса base b равно base p равно что произошло когда прозвучало класс base x равно 10 крификс депта у нас оказывается в пространстве имен было создано имя base которое ссылается на специальные объекты на специальный объект типа тип то есть вот этот самый объект имеет тип type класс там какое-то название у него сейчас не судьба но смысл в том что этот вот самый объект он знает о своем наименовании если не и знает о том какие имена в нем определены дело в том что каждый класс имеет зарезервированное за самим собой пространство прям в объем то есть не вызванная функция во время ее существования а объект сам по себе имеет вложенное в него пространство и когда я его создаю я два имени здесь создал x равно и def я уже сказал что def это почти то же самое что присваивает создание нового имени которому присваивается кондиционально то есть у меня здесь создаются два имени x и креет ну и как я не знаю как его назвать даже не знаю давайте как мы позволяем муха и g x запятая g два имени у меня приходится эти имена прямо в пространство объекта но понятно что они имена при этом x и это g они ссылаются на объекты соответственно 10 типа int и функциональный объект function функциональный объект который называется g ясно а вот здесь если я вызову когда я создаю b объект типа то что происходит у меня создаётся объект соответствующая б объект у которого написано что он вообще-то b при этом вот это быть оно ссылается не на имя а на объект то есть у меня возникает связь между объектами автоматически объектом классового типа типа тип и объектом типа объекта то есть этот товарищ он ссылается на то что этот товарищ вообще-то быть глобально при этом у меня возникает пространство имён экземпляра и пространство имён класса у экземпляра сейчас есть собственные имена нету но объектов значит за ним тоже никаких сейчас пока не зарезервировано да понятно он пустой но если я захочу спросить принт bx то не чуточки не сумляшися и то что сделает у него есть ещё одно правило разрешения имена простите может быть слишком много про эти логические тонкости тем не менее это же надо понимать когда вы обращаетесь к объекту то объект вот эту операцию точка осуществляет следующим образом он начинает искать имена имя x в данном случае начинает искать имя x в начале в пространстве имён объекта потом если такого имени x в пространстве имён объекта нет тогда уже в пространстве имён класса понятно если он там не нашёл то будет ошибка такого нет он не будет искать глобальные потому что здесь он чётко понимает что это внутри объекта это его атрибун Но, оказывается, если B был объектом не базового, а производного, в котором дерифт построен на основании base, то что у нас будет? Если там есть переменная X, имя X, прошу прощения, которое ссылается на какой-то объект, то он первее не найдет его. Понятно? А уж если его нету, то тогда он найдет его в base. То есть более поздний класс. А вот это, когда мы делаем наследование, то это что получается? Тип ссылается на другой объект типа тип, ссылается на другой объект типа тип. Между ними есть прямая связь. И они хранятся в памяти. То есть это не просто там абстрактно, а именно хранятся в памяти объекта. Так, ладно, возвращаясь к... Но, как только я вызову B точка G, вызову его метод под названием G, то этот метод G что сделает? Он селфу X, а селфом является ссылка на тот же самый B, он селфу создаст от любви X равный X нулю, который туда передадут. Не важно, 30. G от 30, B точка G от 30. У меня получилось, что у него появилось собственное имя X, которое ссылается на объект 30. Ну, тут надо было бы сейчас еще деривд нарисовать, да? Деривд, у которого, у этого объекта ссылка на то, что у него есть, собственно, родитель, да? Поэтому теперь это не так напрямую, а этот товарищ это уже деривд, то есть он ссылается на этого товарища, а этот на этого. Но я говорю еще раз, он ищет имя X вначале тут, потом тут, потом тут. То есть если есть имя, которое определено в самом объекте, в самом экземпляре класса, то оно перебьет их всех, оно ближайшее, оно будет именем этого объекта. Понятно? Иногда бывает такая фишка, что мы хотим внутри функции, я сейчас удалю этот деривд, он сейчас сыграл свою роль, B снова база. Мы берем и говорим, self X плюс равно X0. Вот если бы это было для списка, то я бы еще засомневался, возможно, для списка он бы изменил тот же самый. Вот этот плюс равно. Но для числа я вам гарантируюсь, это будет что? Создано экземплярное имя на основе класса. То есть вот эта вот штуковина, она одновременно, два раза вычисляясь, она вначале играет роль классового атрибута, то есть десятку, вот это я не сам, общеклассового. А когда туда присваивается, то этот X становится уже экземпляром. Понятно? Ясно? Поэтому иногда есть вот эти тонкие фишки с тем, кто каким стал. Как из этого выходить? Первое. Никогда не создавайте новые атрибуты других методов, кроме инита. Атрибуты создаются только в ините и все. Экземплярные делайте только константы. То есть это у класса могут быть какие-то константы, не знаю, там цвет дракона, что-то еще. Ну вот в арифметических драконах там были константы у класса, да? Пожалуйста, можно. Но они не должны быть под изменение, не должны изменяться. Это нужно соблюдать как этическое правило, потому что фитон вам позволит, если вы захотите их менять, это будет очень интересно. Особенно если они изменяем, как список, то можно будет менять классовый список, он другого экземпляра, он внезапно почему-то меняется. Так. На этом объектно-ориентированная часть тоже заканчиваем. Повторение. Надо поговорить про функциональную часть языка Python. Элементы функционального программирования. Итак, для начала давайте разберемся с мэпом. Кто такой мэп? Вот смотри. Я могу взять и сказать x, y, z равно мэп от input точка сплит ой, прошу прощения, первым параметром должна была идти функция int запятая input сплит Кто такой мэп? Мэп это такой конвейер. Он берет итерируемый объект, неважно список, строка, любой объект, объект типа генератора арифметических прогрессий, range, любой объект, который что-то генерирует и выдает по итерациям. Он берет и применяет к каждому этому объекту ту функцию, которую мы дали в качестве молотка. То есть он берет и долг функции int обратите внимание, что у нее здесь нет скобок, то есть она передается как есть. Я имею право сюда передать любую другую функцию. Ну это что я сейчас? Я сейчас подготовил под считывание трех чисел, которые ввели в одной строке через пробел. Да, это понятно, это знакомо. Но на самом деле на самом деле я мог взять и сделать несколько конвейеров подряд. То есть я могу, например, каждая из этих... А, да, или сунуть сюда собственную функцию. Сунуть туда собственную функцию, например. Каким образом? Ну, создать эту функцию df, f и сунуть сюда f. Но создавать функцию это как минимум две строки, правда? Да плюс еще пара строк разделителей, она где-то там, мне нужно лазить, искать, кодик. А у меня простая функция. Каждое число из тех, которые вводятся, нужно тут же на месте возвести в квадрат. Да? Понятно? то есть мне вот сюда хотелось бы вставить не просто intui, пожалуйста, в готовой функции, а прямо тут сказать ему. Ты вначале ее сделай флотом или intом, да? А потом квадрат. Что я напишу сюда? Я напишу сюда лямбда выражения. Лямбда. Вот. Лямбда. Вот. Это начало креативного выражения, которое вернет функцию прямо сюда. Функциональный объект сюда вернет. Лямбда. При этом я тут же должен указать, она безымянная функция. Она исчезнет, функциональный объект исчезнет сразу после того, как выражение его использующее закончится. Внутри функции мэп оно будет иметь локальное имя, когда функция мэп закончится, ее локальное пространство имя умрет вместе с этим именем, и функциональный объект будет уничтожен. После слова лямбда указываются параметры. Их может быть много. Я напишу один. Лямбда икс. Икс — это очередное число, которое оно на самом деле строка, которое из импульска приходит. И что я буду возвращать? Я буду возвращать админтованное икс в возведенное в квадрат. Понятно? Кстати, лямбда функцию уж если что, можно сразу и вызвать. При большом желании. Это иногда может иметь смысл. Знаете, когда показать красивое применение лямбда функции без мэпа. Смотрите. Я хочу, у меня есть переменная. декомпоузит вэлюэр. И вот этот декомпоузит вэлюэр мне нужно с вот этим вот товарищем возвести в квадрат, прибавить туда экспоненту от единицы разделить на х. и прибавить еще какой-нибудь логарифм по основанию ну давайте натуральный логарифм лм от того же самого x. То есть я по-любому вынужден сейчас декомпоузит вэлюэ звездочка зоточка 2 плюс x 1 разделить на декомпоузит вэлюэр. То есть я буду вынужден повторять его. Я не буду сейчас писать. Ну понятно как это будет выглядеть. Я напишу лямбда x двоеточие x квадрат то есть я переписываю просто это выражение коротенько да плюс я не буду мы считаем подключенным эксп вот соответственно единица разделить на х плюс лм вот х да это что это я выписал лямбда функцию. Берем ее в скобки но чтобы он не воспринял что я туда сейчас еще напишу это часть выражения лямбда функции. Берем это дело в скобки и вызываем ее подставляя куда decomposed value. Понятно? Вот вычисленное значение y равно ясно? Ну то есть если имя переменное вот такое вот а мне нужно прям выражение написать с ней то можно так в самом деле конечно можно было сделать это проще я всегда могу создать дополнительное имя x равно decomposed value и тогда мне не нужно создавать отдельную лямбда функцию я могу просто написать это выражение в x то есть x синоним его но надо понимать правда что имя x у меня теперь будет жить и тянуть за собой объем если это при этом локально внутри вызванной функции то не страшно x умрет скоро все будет выкидно ладно возвращаясь к функциональному использованию мэпа понятно что такое мэп теперь в каком-то смысле мэп это такой функционал функция которая принимает функцию а теперь смотрите вот что оказывается вот эти вот итерируемые объекты которые выдают по ходу дела они бывают не обязательно существуют в памяти они могут собственно генерировать эти объекты на лету по запросу некий объект генерирующий который как раз и называют генератором вот именно генерирующий объект он будет нам отдавать эти числа в частности range является генерирующим объектом он не хранит это не так что мы в начале создались в список чисел от 0 до 99 а потом сунули его сюда нет он не хранит его в памяти он эти объекты 0,1,2,3 будет создавать по мере того как мэп будет их запрашивать классно мы экономим памятное более того сам мэп возвращает не список он возвращает и мэп объект который тоже является генерируемым объектом по которому можно генерировать и он становится у нас кортежем только для того чтобы разложиться в три перемена понимаете если же я хочу сделать вот так то вот так вот напишу то у меня а будет мэп объектом в котором вся эта генерация она не произошла она не вычислена чтобы ее фактически вычислить мне надо сделать так а равно лист на основе итерируемого объекта лист на основе итерируемого объекта любого можно сделать. Список на основе строки, список на основе списка, список на основе кортежа, множество. Неважно, любой перерывом объект, range подойдет. Список на основе мэпа тоже подойдет. Понятно? Можем ли мы такие генераторы последовательности делать тоже так, чтобы не создавать его весь памяти? Ну, понятно, что у нас есть такая штука, которая называется Comprehension. Ее ошибочно в русских текстах называют генератор. x, возведенный в квадрат, для x for x in давайте, ладно, in x к оригиналу, in x in x for x in input split. Это альтернативная форма, которая легче воспринимается. Которая у нас вот этот конвейер вручную как бы показывает, да? Так вот, оказывается, я, если не нуждаюсь в списке, а мне нужен итерируемый объект, чтобы по нему бежать, или передать куда-то для его использования, то я могу не брать его в скобки вообще, не брать, вот в скобки вообще, а взять и сразу передать в ту функцию, которая будет с ним работать. Ну, например, давайте передадим его тот же самый map map давайте чуть-чуть тот же самый map его передадим, который будет, например, делать эти числа флотами. Ну, это безумие, странно, вначале делать винтом, а потом флотом. То есть, флот запятая in x for x in input split, ясно? То есть, я здесь запускаю конвейерную обработку. То есть, у меня есть два генерирующих вот эта штуковина, которая будет применять эту операцию, и map, который, соответственно, тоже будет не сразу всех их принимать и хранить память, а по элементам. Получил, получил, выдал, получил, выдал. За счет этого можно сэкономить существенно память, особенно если вот этот интервью на объект, который тут он будет, он будет в какой-нибудь гигантстве. Миллионы, миллиарды, а так, пожалуйста, время не так дорого, как память, так можно вполне запускать это. Еще пара вещей функционального стиля. Возможно, а, ну, вы помните, конечно, что если у вас есть какой-то список, а равно 10, 20, 30, то вы, конечно же, что можете с ним сделать? 4i in range len а и запустить собственно, да, распечатывать эти a и, но если нам не надо их менять, то мы можем сказать так, for x in a просто, ясно и красиво, да? Да? если у нас a надо при этом номеровать, то есть нам нужен номер этого элемента, можно ли это сделать так, чтобы это красиво распечатывалось? print x, но я хочу, чтобы там еще был и номер его. Вот оказывается, есть встроенная функция, которая является тоже подобным, вот как веб штуковины, она принимает последовательность объектов, принимает итерируемый объект и возвращает итерируемый объект, но при этом номерует эти объекты, возвращая пары. Называется эта функция enumerate. и запятая x так, о, не сюда, форм и запятая x in enumerate a. У нас функция enumerate, пронумеровать, принимает 10, 20, 30, а возвращает 0, 10, кортеж. 1, 20, 20, да, правильно, и 2, 30. Я не беру в скобки квадратные, потому что оно возвращает не список, а оно будет нумеровать их по ходу необходимости в каждом очередном объекте. Понятно? То есть, когда нам нужно достать очередные и и x, ну, я надеюсь, вы помните, что можно сразу двумя-тремя переменными бежать, да, и распаковывать кортежи соответствующие, да, если последовательно. Ясно? Ну, глупо писать здесь и лист и нумерейт а, для того, чтобы поставить квадратные скобки, потому что это потратит лишнюю память на процесс начала цикла. Поэтому я просто говорю, что у меня последовательность кортежей идет, да, и в итоге у меня, пожалуйста, есть и номер числа, и вы индекс, и само число, при этом с хорошим, адекватным именем. Используя имя x, я напоминаю, поменять само значение, лежащее в массиве, нельзя, зато нужно испортить имя x. То есть, имя x теперь, после этой фразы, ссылается не на тот же самый объект 10 на первой итерации, а уже на 11, который создан отдельно, и после этой итерации, а, кстати, каждая итерация, она будет... На каждой итерации, насколько x является именем для итерирования, на каждой итерации x будет указано второе время на новый объект. На 10, потом x на 20, потом x на 30 будет указано. Но в итоге мы просто грохнем свою ссылку а само значение не изменим. То есть, если мы хотим изменить, то тогда уж, пожалуйста, а итер равно x плюс 1. Но как-то да. Понятно? Но если нам тупо печатать, пожалуйста, принт и x. Но, это можно было бы еще проще сделать. Последнее на сегодня это зи. Еще одна функциональная шучка. есть у нас два или три списка. Я каким-то образом гарантирую их одинаковую длину, может быть, не списка. Например, v это строка. Hello. В ней тоже пять букв. Вот я гарантирую. Два итерируемых объекта одинаковой длины. и я могу взять и создать объект c следующим образом. Я сейчас пропущусь здесь немножко. zip a b три итерируемых объекта. Можно a, b, c. Понятно? Что он делает? Он делает то же самое, что enumerate, но не с 0, 1, 2, 3, а с тем списком, который тут дан. То есть он их склеивает в кортежики. Понятно? Соответственно, ну единственное, что результатом его является не список, а zip object. Ну то есть тоже итерируемый объект, ну логичный, понятно, почему. Если уж я хочу результат прямо тут отобразить в квадратных скобках, то пожалуйста, я могу сюда конструктор списка, и тогда у меня получится, что c будет списком состоящим из 1, h кортежа 2, запятая е и так далее. Понятно? Но еще раз говорю, для многих ситуаций создавать, искусственно создавать список из этого бывает не много. Мы можем оперировать сразу вот этими генераторами. Создали генератор, создали другую генератор, всунули их в zip в какую-нибудь передали, в какую-нибудь последовательную. А учитывая удобство цифрового в питоне для работы с отерируемыми объектами, просто чудесная прекрасна. Понятно? Ну вот, если коротко мы сейчас проговорим, что произошло сейчас на этой лекции, я через минуту должен быть уже звонок, поэтому я подможу в конку. мы с вами сейчас посвятили занятия исключительно синтаксису языка. Наверное, даже не было таких занятий, в которых чистый язык, опыт. Повторили, базовое вещи, связанные со ссылочной моделью. Второе, объектно-ориентированное программирование, вот опять же, со ссылочными сложностями, как и куда именно ссылаются, и я вас познакомил или напомнил что-то, рассказывал с функциональным программированием в педуле. На этом пока все, в следующий раз начинается графика. Спасибо.